Как это работает? Как будет вообще работать наш сайт? Выбираем фермера, то есть именно того, кто понравился. Оплачиваем и получаем, соответственно, хорошую, свежую, качественную продукцию. Студенты-стартаперы представили свои проекты на конференции по развитию технологического предпринимательства. Всего участия в ней приняли пять юных бизнесменов. Каждый из них готовился к событию несколько месяцев. Так Марина Вастьянова вместе с командой разработала онлайн-магазин для локальных фермеров. Суть в том, что мы создаем два чат-бота и сайт. То есть через чат-бот будет проходить сегментация на фермера и на клиента. А, соответственно, через сайт уже будет происходить взаимодействие, но фактически напрямую. То есть, если не считать нас посредником, то фермер выходит на базу клиентскую в нескольких районах, в нескольких регионах. Клиент, говорит Марина, в свою очередь получает возможность приобрести продукты частных подворий, которые прошли контроль качества. В ближайшее время стартаперы надеются привлечь к работе сто фермеров. Другие студенческие идеи не менее перспективны, но признаются эксперты, на начальных этапах важна не столько креативность, сколько финансовая поддержка. Сейчас очень много проектов есть в банках, то есть капитирование. Плюс есть люди, которые достигли достаточно высоких вершин, готовы вкладывать во что-то новое. То есть, ну, насколько я знаю, инвесторы есть, и если проект действительно интересный, то он найдет своего инвестора. Однако сделать это удается не всегда. Сейчас большинству молодых предпринимателей приходится вкладывать в проекты собственные средства. Например, оплачивать конструкторы хостинг сайта, а также тратить деньги на рекламу и продвижение. Инвесторами пока, так же, как и работниками сайта выступаем мы, то есть наша команда, своими силами пока. Но мы смотрим же не только со стороны расходов, мы ждем какую-то и доходную часть, соответственно, с рекламы фермеров, рассылки, чат-бота и так далее, к нам будут уже приходить доходы. Эксперты оценили проекты студентов сразу по нескольким критериям. Среди них новизна, современность и обширность. И такие бизнес-слеты, говорят, в жюри направлены на то, чтобы помочь молодым предпринимателям улучшить свои стартапы и, наконец, найти спонсоров и финансирование для их дальнейшего развития. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком.